Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена, и вы на моем канале. Мы с вами рассматриваем вторую часть отношений с психопатом. Какие они отношения? Посмотрите в первой части. Во второй части мы говорим, как с ними работать. Представь, что ты постоянно находишься с этим человеком. Он постоянно что-то делает такое, что противоречит твоей истинной структуре, но ты не хочешь выходить из этих отношений, потому что ты по-настоящему любишь этого человека. Тогда что тебе делать? Во-первых, расставить границы и показать этому человеку, что тебе больно, тебе неприятно, и тебе реально бывает страшно от того, что он делает. И это нужно не просто говорить, нужно садиться с ним, когда он в более спокойном состоянии, и иногда включать манипулятивные навыки. О чем это? Это про то, что ты выставляешь некие условия, в которых этот человек сразу понимает, что он что-то получит, получит, либо от чего-то сможет отказаться, если он еще раз повторит это действие. Например, если в отношениях он тебя ударил, наорал, и ты согласна оставаться после этого в этих отношениях. Именно тогда тебе очень важно в здравом состоянии, когда этот человек проговорит с ним, если это повторится, то я ухожу, и именно угроза должна быть выполнена. Либо если это повторится, то будет вот так-то, вот так-то. Если этого действия не происходит, человек не запоминает, что именно твои слова в его жизни must have будут иметь место быть. И далее, когда ты расставляешь приоритеты, расставляешь границы, тебе очень-очень важно также сообщить этому человеку, насколько тебе сильно неприятно, болезненно от того, что происходит в твоей жизни благодаря вашему тандему. Также показать ему, чему он может лишиться, если ты будешь руководствоваться тем, чем привык. Далее, что тебе еще важно знать? В этих отношениях должна или должен быть ведущим ты, потому что если ведет в отношениях психопат, то отношения разрушаются со скоростью звука, ты просто становишься поглощена его манипуляциями. Далее, что еще нужно знать? Что этот человек не просто нестабилен, что он может тебя вовлечь в свою игру, которая продолжается достаточно долго. Он сам очень часто не управляет своей жизнью и испытывает перепады настроения, тревоги, депрессии, апатии, вспышек гнева, импульсивности. И до потери сознания у него даже могут быть суицидальные мысли, после которых вдруг наступает чувство радости и эйфории. И в этом часто проявляется психопатология. Если ты будешь каждый раз воспринимать все, что происходит всерьез, ты действительно лишишься полного покоя. Задумайся, насколько важны тебе эти отношения, насколько хочешь ты их продолжать. Если же нет, прямо себе ответь на этот вопрос и выбери выйти из этих отношений. Если да, если ты остаешься, то ты должен или должна взять на себя управление корабля. Как взять на себя? Во-первых, не позволять себе вовлекаться каждый раз в скандалы, конфликты и воспринимать каждый раз всерьез какие-то угрозы. Потому что этот человек склонен к тому, что он проявляет свою агрессию, свою тревогу именно так. Далее, когда ты поняла, что это особенность его личности, так же, как бывает личность с пограничным типом, тебе очень важно очертить границы взаимодействия с этим человеком. Про что это? Это про то, что ты очень должен или должна понимать, что тебе этот человек дает и что даешь ему обратно ты. То есть отношения должны быть change. Они должны давать друг другу, передавать информацию. И если ты понимаешь, что этот человек тебе ничего не дает, то ты должен или должна у него попросить, прямо назвать, проговорить, что для тебя важно. И это должно быть выполнено. Если этого нет, ты даже можешь написать листочек, ты можешь сделать напоминание, потому что до психопата сразу не дойдет. И когда этот человек не выполняет, то ты также выставляешь ультиматумы. Если твои правила не выполняются, то ты создаешь условия для того, чтобы урезать также его воздействие на твою жизнь, то есть лишить его возможности радоваться и ловить кайф от того, что он, например, тебя выругал, либо что-то тебе такое сделал. Помни о том, что психопат очень склонен к тому, чтобы отыгрываться в отношениях на тебе. Он очень склонен к тому, чтобы прямо сейчас создавать какие-то условия, в которых ты будешь себя чувствовать плохо, а он от этого будет кайфовать. И именно этого тебе нужно его лишить. Когда ты лишаешь его возможности смотреть на то, что тебе плохо, больно, и ты начинаешь по-другому реагировать, то именно тогда начинается меняться и поведение. Тебе важно научить кнутом и пряникам этого человека менять свое поведение, потому что если ты не выдрассируешь как собачку это негативное поведение, не отберешь у него палку управления тобой, то это все будет продолжаться. И именно так тебе шаг за шагом очень важно продолжать взаимодействовать с этим человеком. Если он где-то оступился, если он снова тебе не дал, если он не додал, отобрал, если ты понимаешь, что он продолжает себя вести тем же образом, именно тогда тебе снова надо создавать таблицу с ультиматумами. Запоминай, что такое ультиматум? Это то, что ты ему выставляешь, что он тебе должен сделать на какой-то твой запрос. Очень-очень важно тебе также понимать, что его психика никогда до конца не изменится. Ты можешь повлиять только на поведение, которое в рамках твоей, вашей пары. И если это достаточно долго не меняется, то именно сегодня, именно сейчас ты должен или должна сработать с ним так, чтобы этот человек захотел поменяться, чтобы он начал тобой дорожить. Если этот человек тобой не дорожит, опять же-таки задумайся над тем, насколько ты хочешь продолжать эти взаимоотношения. И если это для тебя важно, быть, например, спасателем, спасителем, сразу лишай себя возможности и иди сам или сама в терапию. Потому что быть спасателем, быть жертвой – это тоже некая внутренняя потребность, исходя из какой-то патологии, то есть никакой-то недостаточности, незакрытости какого-то гештальта, грубо говоря. Также, что тебе нужно знать? Эти отношения будут очень много у тебя вытаскивать информации, вытаскивать твои силы, вытаскивать твои энергии. И когда ты поймешь, что именно в моменты кризисов ты можешь справляться с этим, можешь переживать, у тебя есть силы, именно тогда у тебя открывается новый потенциал. Но помни о том, что твоя система, она недолгосрочная. И то, насколько ты умеешь планировать свое время, насколько ты умеешь взаимодействовать с этим человеком грамотно, такой результат и будет. Если это оставлять так, как оно есть, оно будет так, как оно есть, и ты разрушишься. Что я дала важного? Акцентируй свое внимание. Границы, навык контроля в отношениях ты управляешь больше. Далее, тебе очень важно продолжать выстраивать отношения таким образом, чтобы ты получал или получала обратную связь положительную, чтобы тебе было более-менее комфортно. И также тебе важно планировать заранее, шаг за шагом, как ты изменяешь поведение. То есть на какое поведение ты как реагируешь, каким образом. Иногда ты избегаешь, потому что этот человек ждет от тебя прям обратной резкой реакции. Иногда ты, наоборот, показываешь и отражаешь это поведение, говоришь о том, что именно сейчас тебе больно, страшно, и ты сейчас прям готова дать сдачу. Это тоже есть must-have такой способ. Но еще одна важная вещь – это когда ты начинаешь с нуля ваши отношения. Это есть такая практика, когда ты садишься за стол переговоров, говоришь об этом человеку о своих чувствах, и говоришь, что ты готов или готова выйти из отношений, если вот это вот не поменяется. И как оно должно поменяться? Самое главное – говорить, как оно должно. Человек не понимает, что ты мне делаешь больно, ты мне делаешь плохо. А как я не должен делать? Ты должен объяснить этому человеку, что он не должен и какое поведение он может изменить и начать действовать по-другому. То есть мне говорят, например, мой ребенок плохо себя ведет, он нехороший. Что значит в вашем понятии «нехороший»? А, он не делает уроки. Тогда ваша задача, например, проговорить ребенку, что ты должен делать уроки. Так же и в отношениях с психопатом. Тебе важно требовать ясно и не говорить только о своих чувствах как-то расплывчато. Еще одна важная вещь. Ты помни о том, что психопат никогда не изменит свою структуру. Он постоянно будет напитываться от тебя энергией. Он будет ждать от тебя того, что ты будешь как-то уничижительно себя чувствовать. Тебе будет плохо, тебе будет страшно, тебе будет тревожно. И он радуется, и эта энергия его питает. Когда ты перестанешь питать его этой энергией, он начнет меняться, либо ваши отношения начнут меняться. Не бойся, если в эти моменты этот человек сильно будет тебя раздражать и пытаться даже выйти из отношений. Если ему эти отношения дороги, то он сделает все для того, чтобы сохранить ваши взаимоотношения. С тобой была Алена, твой психолог, мутрициолог, блогер. Называй как хочешь, главное, чтобы тебе помогало. Я тебя очень прошу, ставь лайк, подписывайся на меня и пиши обязательно комментарии, которые говорят о том, что моя информация для тебя полезна и что ты действительно ей пользуешься. Пока. До новых встреч.